Крадут все, что плохо лежит, начиная от алюминиевые ложки, заканчивая дорогостоящим инструментом. Как правило, именно с этой фразы начинается беседа с сотрудником милиции на предмет краш на дачных участках. К сожалению, осеннее обострение у воров в этом году, так сказать, переплюнуло статистику прошлого сезона. Что касается статистики, то на территории Брестской области мы замечаем увеличение краш именно садовых товариществ. В этом году уже 95 таких краш, в прошлом году было 88. Чаще всего на территории Брестской области воруют в Барановичском, Пинском районах, а также в Брестском и на территории Московского района города Бреста. Раз в месяц обязательно кража из дач есть. Бывает, как я сказал и выше, то есть мелкие такие кражи бывают. И где-то вот было, помню очень хорошо, кража электроинструмента 12 миллионов. Потенциальными лазучиками в пустующих домиках и гаражах чаще всего становятся лица нигде не работающие, злоупотребляющие спиртными напитками. То есть те, кто относится к категории асоциальных элементов. Кроме того, в нежилых помещениях могут поселиться лица без определенного места жительства, которые уже одним своим появлением могут нанести владению непоправимый ущерб, начиная от беспорядка и повреждения инвентаря, заканчивая пожаром. Уберечь от незваных гостей могут как самостоятельные меры безопасности, так и профилактическая работа, которую проводят сотрудники милиции. Сотрудники милиции в целях профилактики и ожидая вот этого обострения, берет в осенне-зимнего периода, встречаются с представителями садовых товариществ и проводят обследование данных территорий, чтобы убедить граждан все-таки обеспечить максимальную сохранность своего имущества. Проводятся рабочие встречи и сотрудники милиции добиваются того, чтобы на этих садовых товариществах дежурили именно сторожевые охрана, сторожевые сотрудники, которые отвечали за сохранность данного имущества. Проводится и определенная профилактическая работа, то есть вывешивается и объявление где-то, что-то о предупреждении всяких правонарушений. Большим подспорьем среди способов защиты своего имущества является установка сигнализации, которой занимается департамент охраны. Однако, все же не лишним будет посещать время от времени свой участок, либо договориться с проживающими в осенне-зимний период с соседями присмотреть за домом. В конце концов, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.